Ну и пойдем, пообнимаемся с тобой, дядь. Зачем? Зачем ты идешь иди? Межсезонье — время изменений в составах команд. Поэтому, пусть и с опозданием, но мы рады представить вам игроков, которые в следующем сезоне будут выходить на площадку в форме казанского «Зенита». Знакомьтесь, Федор Воронков, 23 года, доигровщик, рост 207 сантиметров. Воронков родом из Алтайского края, из городка Новоалтайск, где начал заниматься волейболом у тренера Юрия Братухина в школе «Заря Алтай». Первым этапом своей профессиональной карьеры стала команда высшей лиги «Б» университет из Барнаула, за которую Федор отыграл 4 сезона с 2012 года и стал победителем высшей лиги «Б». Воронков — один из перспективных, самых перспективных игроков сегодня на рынке. Вижу в нем будущее. Будем надеяться, что первая помощь или вообще конкурента Максиму, помощь Максиму Михайлову или конкурентно способные двоим. Из Барнаула, минуя высшую лигу А, в 2016-м Федор был приглашен прямиком в команду Суперлиги Новокуйбышевскую Нову. Следующие четыре сезона на берегах Волги позволили Воронкову вырасти в одного из лучших отечественных доигровщиков Суперлиги. Воронков стал лидером Новы и ее главным бомбардиром. По итогам прошедшего сезона попав в топ-15 самых результативных игроков чемпионата и обратив на себя внимание ведущих клубов России. Это было еще даже за сезон до этого. Предлагали переходить в «Зенит», предлагали идти четвертым. То есть я как бы отказался, потому что я такой думаю, смысл мне идти на лавочку сидеть. Поначалу сезона вновь, я тоже сидел четвертым. У меня там есть некоторые, скажем так, личные обиды с тренером бывшим Новым. Очень долго разговаривали. Когда он уже был в «Динамо», приглашал мне перейти, я ему отказал. Второй раз награблю, я не дурак, чтобы наступать. Хотел перейти в Кемерово. Мне импонирует этот клуб. Хорошая команда, хороший тренер. В январе звонил Алексей Игоревич Вербов. Мы с ним начали разговор задолго до этого. Я ему обрисовал всю ситуацию. Он сказал, я не буду вмешиваться. Была борьба еще у них с питерским «Зенитом» и «Динамо». Я потом позвонил, всем сказал, что я перехожу в «Зенит». Мы как бы договорились на доверие, грубо сказать, что если он будет главным тренером, то есть то, что будет и игровое время. Но помимо отличной игры в атаке, Федор показал лучшие среди всех основных доигровщиков чемпионата цифры в приеме, доводя 52% мячей на позитив. Плюс с 36 эйсами Федор попал в топ-10 лучших подающих в Суперлиге. Да понятно, что конкуренция была сумасшедшая. Ну да, было тяжело, конечно. Один, грубо говоря, из лучших, Мингапед. Как бы его там не винили в проигрыше. Макс Михайлов, который был. Машина просто. И Андрюха Сурмачев, который уже год там. Как проявлю себя, как тренер даст шанс или нет. Надеюсь на это. Будем использовать. Будем стараться, бить. Надо своих хороших доигровщиков иметь, а не французов приглашать. Сегодня его показатели индивидуальные. Вот прошлого года что-то чуть отличается от того же Волкова с факелом. На блоке отличается. Волков тут явно там. Остальное прием, атака. Это подача. Вот молодой. Это плюс амбициозный. Будем надеяться. Я так, поверь мне, хочу, чтобы он, как Спиридонов, когда сказал, стоял год и отхлопал в ладоши. Не хлопал в ладоши. Поверь мне, я хочу не меньше, чем ты. Вы 5 лет все выигрывали. Вы молодцы, все прекрасно. Мы подарили кучу титулов, эмоций и все остальное. Вадим Ирманович говорил, что мы типа сытые, а они голодные. Ну, вот так и получилось. 2019 год пока что получается самым успешным в карьере доигровщика. После удачного сезона вновь Воронков получил приглашение от «Зенита», а также попал в состав сборной России, с которой стал победителем волейбольной лиги наций. То есть ждал долго, но тут получается 5 полных игр, я вообще без какого-либо проблеска выйти на площадку. Вначале было неожиданно, то, что Томас меня выпустит. Жди, 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 и будет время, я тебя выпущу. Хорошо. И тут он мне кричит просто, что я пойду. Первое, что было, это неожиданность и много волнения было. Спасибо, конечно, команде, что поддержало меня, это прям убрало лишнее волнение. Будем надеяться, что вторая часть 2019-го и последующие годы в составе «Зенита» сложатся для Феди еще более успешным образом, а в его коллекции медалей появятся новые трофеи уже в майке Казанского клуба. Все, дебют есть у нас. Дальше будет. Субтитры создавал DimaTorzok